Всем привет! Меня зовут Андрей Бова, я ведущий программного шоу «5 кожных» на телеканале «Домашний». В примере романтических праздников 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, я поделюсь с вами рецептом интересного блюда для влюбленных. Специально для телепрограммы «Точка-про». И у меня это спагетти в томатном соусе с морепродуктами и сливочным сыром. Но какое же может быть более романтичное блюдо, чем в спагетти? Все же смотрели в детстве, да и в зрелом возрасте будет фильм «Леди и бродяга», когда они так замечательные, две собачки пели в спагетти. Вот и у меня такое похоронение сегодня, так что будем готовить спагетти. Причем этот рецепт мой любимый, с самым вкусом. Так, я ставлю сковороду на плиту. И для начала буду готовить соус. Основой будет белое вино. Да, вот у меня ингредиенты здесь все. Я про них расскажу в процессе приготовления. Сковороду мы нагреваем. Сковорода нагрелась. Наливаем белое сухое вино, я повторяю. Оно закипело. То есть кипит. Пошел. Пошел процесс. И во время выкипания как раз все весь спирт, весь алкоголь, он выходит. Остается только насыщенный вкус винограда, что нам не надо. Чуть-чуть подождем. А следующий ингредиент я буду добавлять в помидоры, в собственном соку. Близко не подходите, а то можно во время готовки уже наниматься. Праздник тогда не получится. Вино выпарили, добавляем помидоры. Прямо сюда же, в сковолку. Винчи, я как бы поломал их, но оставил такие вот крупные кусочки, чтобы помидоры чувствовать. И немного добавил свежего базилика. Он очень классно работает с томатным соусом. Ну, не даете сейчас свежий, сейчас зима, с этим, конечно, проблемы. Добавьте сушеный. Сушеный базилик будет тоже очень вкусный. Так, смотрите, соус. Уже закипает. О, как пошел, пошел аромат базилика. Добавляю плиту немного поменьше, чтобы соус нас не выкипел. Томат и базилик плиту очень классно. Вообще идеальное сочетание томата с базиликом, даже с обродертыми помидорами. Следующий компонент соуса, это у нас маслины. Я взял обычные маслины без косточек, порезал их вот так крупно, добавляю в соус. Чтобы они немножко протомились. Все это хорошенько перемешиваем. Очень важно при приготовлении соусов для пасты, не только томатных, а вообще любых сливочных, овощных, постоянно помешивать. Чтобы соус у нас выкипал и запустивал ароматом. Так, процесс идет. Добавлю-ка я все томатные. Соуса было побольше. Вот так. Отлично. Расскажу мой небольшой секрет. Когда я делаю томатные соусы, я обязательно в них добавляю сливочное масло. Томаты у нас кисленькие, а сливочное масло как раз сгладит этот вот кислый. Он нам нужен, главное немножко его сгладит. Сделает соус более нежный. Так что добавляем сливочное масло. А в такие праздники, как 14 февраля, конечно, все должно быть. Не только вы, но и ваш клюв. Так, перемешиваем. Масло тает на глазах. Маслины, базилик. Все заиграло. Видно, отлично? Ну и супер. Все заиграло. Да, посмотрите, еще раз все-таки скажу, что помидоры, видите, я их поломал, но остались такие вот кусочки, чтобы все-таки они чувствовались. Так, хорошо. Масло растаяло, соус закипел. Что будем делать дальше? Дальше мы немного посолим. Я использую морскую соль. Можно использовать обычную, конечно же. Обязательно добавлю сахар. Сахар, так же, как и сливочное масло, уберет излишнюю кислинку томатов и сделает соус более нежным. Ладно, не переборщите, чтобы у вас не получился томатный джип. Супер, соус кипит, все ингредиенты практически на месте. Теперь самое время добавлять сюда морепродукты. Я взял три вида морепродуктов сегодня. Это креветки, это кальмары и это мидии. В первую очередь будем добавлять по мере готовности. Сначала добавим креветки, потому что они готовятся дольше всех остальных. Больше мидий и дольше кальмаров. Прямо соус. Сырые креветки. Немножко перемешиваем. Буквально 30 секунд, минуту они кипят. Будем добавлять следующие. Вы спросите меня, почему же я не обжарил морепродукты, не обжарил соусы, как обычно это делается. Я вам скажу, так будет сочнее и вкуснее. Если бы их обжарил, потом бы еще протушил соусы. Они бы стали сухими и жесткими. А так они останутся у нас мягкими и отдадут весь свой сок. Этот аромат моря именно прям в соус, а не в сковырную масло. Так, креветки уже немножко подготовились. Добавляем сюда кальмар. Кальмар я порезал вот так вот крупно. Можно порезать кольцами. Сейчас очень удобно. Сейчас у нас кальмар продается в магазине уже зачищенный, уже филе. Его только разморозил и порезал. Да и стоит он недорого. Так, отлично. Кальмар готовится моментально. У нас здесь все-таки кипит. И последний ингредиент из морепродуктов. Это мидии. Я взял такие вот мидии, черные в ракушках. Мидии обычно продаются уже вареное мороженое. Поэтому они практически готовы. Соответственно, им надо буквально минуту в горячем соусе. Добавляем мидии в оставшийся кальмар. Пусть будет побольше. Для себя же готовим. Так, все перемешали. Морепродукты практически готовы. Видите, в реальном времени. 2-3 минуты достаточно в кипящем соусе. Давайте попробуем теперь. Смотрите, да, как это выглядит. Креветки готовы. Розовые. Кальмары. Беленькие. Мидии, в принципе, готовы. Их надо только прогреть. Теперь на ваших глазах пробуем соус. Вот не вру, но вкусно вообще. Какое-то молодец. У вас точно так же получится. Будет классно. Так, соус есть. Морепродукты готовы. Один из последних кредентов. Это у нас помидоры черри. Я взял помидоры черри. Вот такие молодые помидорки. Порезал их пополам. Добавляю их в соус в самом конце. Потому что помидоры очень нежные. И добавляем в самом конце. Все это аккуратно перемешиваем. Они дадут такую... Если помидоры с высоко, они более кисленькие. Эти помидоры, они сладенькие. Дадут такую сладость. Супер. Соус с морепродуктами, с помидорами, с базиликом, с маслинами уже готов. Уже вкусный блюдо. Но мы же с вами делаем пастух. Поэтому добавляю в сковороду спагетти. Спагетти я отварил заранее в подсоленной воде на состояние аль денте, как говорят итальянцы. Аль денте это на зубок. То есть в центре он немножко сыроватый. Чтобы они не перешли, не переварились. Потому что они дойдут еще в соусе. Теперь все это хорошенько перемешиваем. Аккуратно, чтобы спагетти были полностью в соусе. Вот так вот. Они прогрелись, впитали в себе весь аромат морепродуктов. Томатного соуса, базилика. Знаете, прям сейчас чувствую эти ароматы. Не хватает немножко чеснока. Тогда бы это было классический итальянский блюд. Но у нас с вами романтический ужин. Поэтому чеснока, вы говорите, не будет. А в следующий раз можно. Когда будете готовить для своего любимого на 23 февраля, или мужчины, для своей любимой 8 марта, повторяйте это блюдо, тогда уже можно чуть-чуть чесночка добавить. Ну, чуть-чуть. Так, хорошенько мы все перемешали. Смотрите. Соус кипит. Соус кипит. Спагетти полностью в соусе. Все ингредиенты соединились. Нам это необходимо. Блюдо готово. Долго держать не надо. А то спагетти переварятся. Супер. Сейчас буду выкладывать на тарелку. Беру большую тарелку. Прямо на двоих. Так. И щипцами, так более удобно, вот так подкручивая, я выкладываю спагетти на тарелку. Вот. Сначала спагетти. Сверху выкладываем морепродукты, чтобы они были видны. Креветки, кальмары. Мидии. Смотрите еще, какой соус, да? Он не должен быть очень густым. То есть, видите, он обволакивает. Спагетти, они у нас не слеплись, они у нас однако дно. Так. Так вот. Выложу меди. По краям. Я очень люблю, вот, когда готовлю пастуру или соусы с морепродуктами, валят меди в створках. Мне нравится в них ковыряться, знаете, вот доставать меди, потом пробовать этот соус. Если вы не любите, можно взять уже меди без створок, или их очистить заранее. Чтобы, знаете, руки не пачкать. Вот так, мне кажется, красивее и интереснее. Так. Свои оставшиеся морепродукты. Все выкладываем в сверху. Креветки. Помидоры. Посмотрите на эту красоту. Так. И еще чуть-чуть соусом польем. Потому что весь соус был у нас в тарелке. Спагетти готовы. Теперь мы добавим к ним сливочный сыр. Представляете, холодный, кисло-сладкий, с морепродуктами, холодный. Я говорю, горячие же они. Горячие. С пакетом, томатным соусом, с морепродуктами, кисло-сладкий. И мы добавляем холодный сливочный сыр. Я сегодня взял сыр строчителло. Это молодой сыр. Но можно сюда добавить, если найдешь строчителло, обычный сливочный или творожный молодой сыр. Немножко я оставил базилик. Зеленый, свежий. Тоже на украшение. Также я его крупно порву. Сверху побросаем. Он даст аромат и, конечно же, вкус. Вот так вот. Пагетти, томатном соусе, с морепродуктами, маслинами, базиликом и сливочным сыром готов. Вот такую тарелку ставьте в центр стола. На двоих. И начинайте есть вместе. Чтобы, как в пультике, в конце случилась любовь. Это была Дарькова. Специально готовил для темперамы.про. Всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok